Немногим рэперам удалось создать такой ажиотаж вокруг себя, как Трэвису Скотту. Его треки собрали огромную армию фанатов, которые превратили артиста в гиганта поп-культуры. Неудивительно, что поклонники ждут любой информации о следующем шаге Скотта. Сейчас мы находимся в самом продолжительном перерыве между альбомами в его карьере. Последний, высоко оцененный Astroworld, вышел почти пять лет назад. Грядущий альбом под названием «Утопия» обещает стать не менее, а то и более прорывным для всей мировой музыки. Ровно так же, как в свое время Astroworld повлиял на мировой хип-хоп. История проекта «Утопия» уже довольно непростая. В ней есть и веселые моменты, и трагедии, о которых мы обязательно сегодня скажем. После попытки отмены рэпера, «Утопия» стала его шансом полностью вернуться в игру. Так чего же ждать от будущего альбома? Давайте разбираться. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок, и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Для начала, конечно, скажем пару слов о трагедии, которая не могла не отразиться на выпуске Утопии. В начале ноября 2021 года, во время фестиваля Astro World, в давке погибло 10 человек, и еще 300 получили травмы. На сцене находился Трэвис Скотт. Весь трагизм ситуации заключается в том, что артист не сразу заметил давку и продолжил выступление. Не зная, что где-то около сцены, прямо во время исполнения песни, люди буквально задыхают сам. Как только о трагедии стало известно, фестиваль резко прекратил свою деятельность, а артисты, которые присутствовали на нем, пожертвовали свои гонорары пострадавшим. В том числе Роди Рич и Дрейк. Самому Скотту пришлось не сладко, и это видно по его появлениям в соцсетях. Весь конец 2021 года знаменовался серией попыток отменить Трэвиса. Против него начали кампанию в социальных сетях, из-за чего крупные бренды разорвали с артистом рекламные кампании. Скотт выбрал единственно верную политику и ушел в глубокое молчание почти на год. Так ему удалось переждать весь хейт в свою сторону. Но о выпуске альбома, естественно, теперь не было и речи. До недавнего времени. Сейчас ситуация немного выправилась. Скотт все чаще выступает, и вроде бы в сети уже нет таких активных попыток отменить артиста. В начале и середине 2022 года у музыканта пусть и не было каких-то больших сольных перформансов, зато он выступал на премии Billboard и даже на фестивалях Rolling Loud. В конце прошлого года он поехал с сольными концертами в Англию, что практически полностью вернуло его в рэп-игру. Окончительное возвращение в индустрию ознаменовало его февральское заявление на NBA All-Stars Weekend Salt Lake City о том, что альбом «Утопия» будет выпущен после релизов проекта Дона Толливера, Шек Веса и Соу Фейго, то есть в обозримом будущем. Это значит, что релиз уже практически готов. Остались только финальные штрихи. К слову, еще год назад поклонники заметили билборды в Лос-Анджелесе, указывающие на то, что альбом близок к завершению. Но все же давайте поговорим о том, чего стоит ждать от этой пластинки. Говорить об «Утопии» интересно, потому что хотя никакой официальной информации о трек-листе не было подтверждено, некоторые утечки треков дали поклонникам представление о том, что может содержать релиз. Например, такие утечки, как «Лост Форевер» с «Вест Сайт Ган» и Джеймсом Блейком. Или «Ниагара Фоллс» с «21 Savage'ем». А также «Блант Толк» с Брайсоном Тиллером. Однако у нас есть по крайней мере один официальный сингл, который, вероятно, попадет на новый альбом. «Франчайз» — трек Скотта с «Янг Тагом» и «M.I.A.» Как вы сами можете услышать, из всего выше представленного только «Франчайз» звучит более-менее по-новому. Поэтому сделать какой-то вывод о будущем звуке на релизе на основе этих треков нельзя. Сам «Ла Флейм» сделал несколько замечаний относительно нового звучания. В интервью с WWD в июне 2021 года он сказал своим поклонникам следующее. Цитата. «Я нахожусь в этом новом режиме альбома. Могу сказать, что это психоделический рок. Так что даже после кактусов и грибов вам покажется это чем-то жестким». Он ранее говорил в интервью для журнала ID о своем восторге от создания нового звука. Также в 2021 году он дал интервью издания CR Man и рассказал подробности о новом альбоме. Вот цитата Скотта. «Медицина, уход, быть лучшей версией себя, разговоры, язык, общение – это утопическое состояние». Вот о чем мой альбом. «Вы думаете, что утопия – это общество, в котором все хорошо? Здоровье, здание, архитектура?» Нет. Речь идет только о правильных каналах связи. Потому что мы сейчас находимся в антиутопическом мире. Ненависть. Ненависть. Еще ненависть. И все из-за чего? Недопонимание. Отсутствие общения. Неправильная коммуникация. Но интересно, что изначально утопия должна была появиться не сама по себе. Трэвис еще довольно давно объявил о микстейпе под названием «Дистопия», который должен был выйти до альбома. Подобно тому, как Days Before Rodeo 2014 года дали поклонникам представление о том, что будет ждать их на его студийном прорыве 2015 года под названием «Родео». Вместо «Дистопии» Laflame выпустил два сингла из микстейпа «Головокружительный, но энергичный Escape Plan» и «Элегантный ночной мафия» с неожиданным участием Джей Коула. Судя по всему, решение не выпускать «Дистопию» было принято на фоне трагедии на фестивале «Astra World». Вместо этого мы получили просто серию синглов. Трэвис лично вовлечен во все аспекты создания своего грядущего альбома, от записи до продакшена. В интервью ID он рассказал следующее, цитата. «Я снова начал делать биты, читать на них, просто собирая все вместе и пытаясь развиваться». Для ранних поклонников артиста это не должно стать сюрпризом, но будет интересно увидеть, как его новые инструменталы сочетаются с заявленным психоделическим роком. 20 сентября 2021 года Трэвис поделился фотографиями из студии. Там запечатлены инструменты, намекая на использование живого звука на релизе. Есть и другие точки зрения на грядущий проект Трэвиса. Его микстейп «Ол Фэрроу», выпущенный в мае 2013 года, получил в свое время отличные отзывы. Согласно продюсеру Майку Дину, Трэвис Скотт возвращается к стилю тех дней на новом альбоме. Более конкретно, Дин похвалил песни с альбома «Ол Фэрроу», такие как «Бэд Муд», и сказал, что что-то подобное мы и услышим на Утопии. Трэвис держит в тайне список треков и гостей, которые появятся на пластинке, но намекнул, что поклонники услышат новые голоса от артистов, с которыми он никогда не работал ранее. «Я никогда никому об этом не говорю, и, вероятно, оставлю это в тайне», — сказала в интервью ID. Что касается продюсеров, то многие ожидают услышать работу таких людей, как Southside, Metro Boomin, Wanda Girl, Vizzy, Hitboy, Ронни Джей, Джеймс Блейки, Ален Риттер. «Бэд Азадес» Что касается фитов, то это, как и сказал сам Скотт, большая тайна. Тем не менее, если франчайз попадет в альбом, то это уже приведет к появлению Янг Тагоги «M.I.A.» на трек-листе. «Киткад» и «21 Savage», конечно, тоже могут появиться снова вместе с Трэвисом на одном бите. «Лилузи Верт» и «Фьючер» тоже вполне могут оказаться в списке гостей. Ожидается также участие Роди Рич и, безусловно, звезд лагеря «Кактус Джек», например, Дона Толивера. Ну и под конец скажем, что альбом будет сопровождать мощный визуал. Летом 21-го года Трэвис Скотт заключил контракт с киностудией A24. Первым совместным проектом станет фильм «Утопия», который и будет преврочен к выходу одноименного альбома Трэвиса. Некоторую часть релиза рэпер записывал в Мексике. Возможно, мы увидим кадры и оттуда. Впрочем, пока непонятно, когда конкретно выйдет этот фильм. А на сегодня у нас всё. А как думаете вы, «Утопия» сможет перевернуть игру? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok